Друзья, всем привет! Мы к вам вернулись снова после небольшого перерыва. Сегодня по вашему празднику подготовили вам обзор по всем барным стульям и барным табуретам, которые есть в Икее. Сразу скажу, делятся они по размерам на 63 сантиметра высотой и 74. То есть любой из представленных табуретов или стульев практически есть в двух размерах. Это для барных стоек либо барных столов с высотой 110 и 90 сантиметров. Пойдемте смотреть! Первый представитель нашего обзора. Кстати, когда две недели не снимаешь обзоры, какое-то косноязычие появляется. Стул стик 74 сантиметра, черный серебристый, пластиковая сидушка. Бока тоже пластиковые. Значит, здесь у нас железное основание. Вот такие вот резиновые стопорки под ноги. Это место крепежа. Кстати, периодически бывает, что в комплектации этих стульев не хватает шурупов. Поэтому, если вы заказываете через посредников, пишите своим ребятам, обязательно все это довозится. Вот стыки. Что хочу сказать про этот стул. Во-первых, это недорого. Дешевле барных столов за нормальные деньги я не встречала. Во-вторых, функционален. Сейчас покажу еще, что изнутри. Выдерживает хороший вес. У него нет никаких боковушек. И их очень-очень любят. Бьюти индустрия. Удобно работать на нем. Он хорошо экономит место. Об этом, кстати, даже вот так заявлено. И он удобный по посадке. То есть, какого бы размера у вас клиентка не была, даже если очень большого размера, она у вас на этот стул умещается. Вообще, все барные стулья и кеи безограничительны. Кроме одного табурета и янги. Там по-другому, если попа крупная, просто неудобно. Вот. Из минусов. Он со временем начинает скрипеть. То есть, пластик трется об железку и скрипит. Но, вот это долго должна быть большая эксплуатация пройти. Поэтому соотношение цены и качества вполне адекватное. Выбора по цвету нет. Он только в таком цвете. И точно такой же за 1000 рублей есть маленький. Я его здесь не вижу, но... В общем, разница. Да, вот высочее. Это Франклин. То есть, такой же будет маленький по высоте. То, что касается экономии места, штабилирования. Вот так вот выглядят два стульчика друг в друге. Мы покажем вам и крупную картинку, и вот так детально. Поэтому бьюти-индустрия очень-очень любит эти стулья за цену, за практичность и за экономию места. Следующий представитель – это стульчик Франклин. Значит, здесь у нас уже дерево, металл. 2700 стоит большой. И 2500 стоит маленький. Часто бывают на них скидочки. Он белый есть и черный. Вот это сейчас черный. Его покажу и потом белый цвет покажу. Значит, у черного, друзья мои, видно вот такой рельеф. У белого, кстати, этого нет. Сейчас покажу, что у нас по материалу. Формованный многослойный клееный шпон, дубовый шпон, морилка, прозрачный акриловый лак, трубчатый каркас сталь, эпоксидное пылесторное порошковое покрытие. Значит, протестирован до 110 килограмм. Я не 110. Скрипит. То есть вот садишься, да, скрип есть. То ли здесь он уже расшатан, то ли не совсем верно. Заборка сделана была. Ну вот, скрип есть. Кстати, кто пользуется этими стульями, в комментариях напишите, есть, нет вот этих вот ощущений скрипа. Какой плюс у данного стула? Его можно сложить и, соответственно, сэкономить место, да? Так, мне неудобно одной рукой. Пока положу камеру. Кстати, никогда не задавалась вопросом, как же они складываются. Потому что, когда клиенты спрашивают, отвечаешь им, что все легко. Ну, что-то как-то нелегко. Так, Дима мне показал, как открыть. Я надеюсь, у меня получится. Ну, в общем, девчонки, если вы не борец, то нужно будет постараться. В общем, вот так. В таком виде он и приходит. Его не надо собирать. То есть он уже готовый. Его только разложить. Раскладывается, кстати, он очень легко. Сейчас мы заглянем ему в брюшко. Так, крепежи у Франклина. Вот та дальняя часть с хвостиками, да, как крестик. Вот в ней как раз и раскладывающийся элемент содержится. То есть через нее раскладываемся. Ножки. Такие вот резиновые козелочки. Так, следующий стульчик. Кстати, внизу у всех стульчиков наклейки фикса. Поэтому стульчики замечательно ездят. Но не все, конечно, которые под это приспособлены. Так, что у нас? Ну, рокер. Здесь вот подушечка лежит с противоскользящей подстилочкой, чтобы не ездила. Присаживаюсь. Ребят, удобно. Не скрипит. То ли недавно собрали, то ли нет на самом деле скрипа, в отличие от Франклина, Стига и других стульев. Удобен. То есть удобен по посадке. Ну да, вот с мягкой подушкой удобно. Единственное, что когда спускаешься, вот эта часть впивается в ножки. И немножко некомфортно. Стульчик у нас полностью из массива. Из массива березы. Единственное, что спинка, это формованный многослойный клееный шпон. Но шпон тоже березовый. То есть тоненькие дощечки березы склеены. Поэтому все хорошо эксплуатироваться будет. Ребят, какие стулья у вас уже есть дома? Да, расскажите в комментах обязательно. У кого как, что, какие нюансы были. Проблемы, может быть, какие-то были с эксплуатацией. Так, вот такие вот, ну как их, они все-таки не декоративные. Это именно крепеж, но в таком вот декорированном цвете под бронзу. Очень, кстати, симпатично смотрится. Планочка. Здесь у нас железная сверху накшлепочка, чтобы ножки не скользили. Так, сейчас я его верну на место и пойдемте посмотрим, что внутри у стульчика. Так, вот. Ага. А вот его-то наверху и нету. Поэтому его будем смотреть здесь, на земле. Значит, вот такие вот железные уголки крепежные. Это у нас ребро жесткости получается. И вот посмотрите, как выглядит сидушка изнутри, не покрашенная. То есть вот такие вот склеенные дощечки. Но при этом стульчик вообще не скрипит. Мне очень понравилось. Да, здесь на ножках наклеечки фикса. Поэтому он хорошо едет. Задняя спиночка. А почему спинка из клееного шпона? Чтобы сделать вот эту вот выгнутую... Чтобы сделать вот эту выгнутую часть, по-другому не получится, не сформировать. То есть из куска не выйдет. Так. Дальше у нас барный стулон-гольф. Сейчас я верну на место тех, которые брала. Тоже хорошо, тихо едет. Франклин, конечно, ездить не обнаучен. Он прям прыг-тыг-тыг-тыг-тыг-тыг-тыг-тыг-тыг-тыг-т прыгает козой. Так, стульчик ингольф 63 сантиметра Ценник 4300 Цвет черно-коричневый, есть еще белый и морилкантик Здесь почему-то через запятую, на самом деле морилкантик это один и тот же цвет Массив сосны, более мягкий материал Имейте это в виду, котики в процессе эксплуатации появляются Даже вот здесь, на выставочном образце, их довольно-таки, дорогие мои, много То есть стульчик требует более деликатного отношения Дальше, какой еще небольшой минус есть, который в процессе эксплуатации возникает Вот это вот крестовина, если вы роняете стул И, не дай бог, сюда достали, что-то упало, всякое бывает, она ломается То есть стульчик приходит в негодность Сейчас присяду, покажу по скрипу Скрипит чудовищно Дима, на какую-то камеру будет слышен звук, да? То есть звук мы воспроизведем прям вот Ну, не особо У посадки он удобен, независимо от того, какая это высота По комфортности нормально Ну, вот, коцки, крестовины, скрип, все-таки 4300 Мне нравится ингольф, их очень часто заказывать Они хорошо эксплуатируются, если с ними аккуратно обращаться Ну, вот, такие моменты имеют место быть Так, ингольф есть Его можно показать там изнутри Вот так вот мы сегодня в шахматы играем Так, значит, ингольф Ну, во-первых, вот этот вот неаккуратный прокрас Не знаю, конечно, в какой стороне сейчас ингольф делается Потому что у нас по зиме были проблемы с ним У белого стула было прям плохое Лаковое вот это верхнее покрытие Оно постоянно было в трещинах Мы несколько раз возили и обменивали стулья клиентов Приятного тоже мало Ну, и здесь то же самое То есть это вот так вот немножко небрежно покрашено Так, белый франклин Ну, я, наверное, его не буду доставать, да? Просто показать То есть это то же самое, что черный франклин Только смотрите У белого, вот он, кстати, шпон, как выглядит Да, клееный И у белого франклина покрытие полностью гладкое У него нет вот этих переходов, да, под дерево Так, дальше у нас белые ингольфы Дим, доставать или просто цветом показывай? Ну да, потому что все то же самое И скрип все так же Значит, вот он белый Эти крестовинки, да, вот видите На крестовинке даже уже Есть вот эта вот косточка такая Пока мы меняли локацию, я вот что обнаружила Значит, смотрите Если черно-коричневый у нас стул из массива полностью То белый у нас массив дерева Спинка сидений ДВП Я смотрю, крепеж другой Вот Крепеж Вырезы То есть этот момент учитывайте Это, кстати, как с комодами Хемнес Да, более дорогой комод из ДВП Более дешевый из массива Вот Именно вот у такого белого Были трещинки по покрытию Когда их в Барате Болгаре делали Прямо вот такая вот сеточка Потому что тут все равно Такой глянец небольшой присутствует Пытаюсь сейчас найти Может быть, вот Бог его знает, из какой партии, да, собирали выставочник Ну вот Нету Чтобы показать, какие трещинки могут быть В общем, сидушка ДВПшная Ясно А ценник при этом тот же И заявляется полностью массив дерева Так Товарищи этих показали Дальше Табурет, барный бус Садим, достаю его Это тот же бэквон, только высокий Очень удобный Фотографы любят То есть можно посадить Модель и так И так И как угодно В отличие от такого, да, со спинкой Ценник у него 3500 Сейчас все покажу, расскажу Высота У него, по-моему, да Высота одна 34 сантиметра Он береза А цвет береза А сам он из массива Да, он из массива березы Смотри, фишка Сделано из массива сосны Здесь массив березы Клей прозрачно-акриловый рак Лак А потом посмотрим, да, на сайте Все-таки Из какого дерева сделано На этикетке в магазине Две информации Массив березы, массив сосны Совершенно разный материал Не прописано, Дим? Ножка сиденья Массив березы А сосна вот здесь На вот Это не сосна Это береза Дим, обычно такие вещи пишутся Ну, не знаю Похоже вот Ладно, посмотрим еще на сайте Спорить не будем Значит, металлическая планочка Здесь у нас топорок А, наверху Да, сейчас я залезу И очень удобная ручка Чтобы его переносить То есть он вполне такой легкий Крепежи Прорези Дима, зачем прорези? Вот здесь в боках прорези А? Нет Сейчас тебе покажу Я в другом О! Вот эти боковые зачем? Ну, не знаю Чтобы вставить крепеж То есть вот эту стяжку нужно так вставить Для удобства, да? Как интересно Вот этого я не знала Значит, протестировано До 100 килограмм Ну, заодно и выяснили Опа Так, дальше ингольф Ингольф морилка антик 74 сантиметра Ингольфик мы вам уже показали Показывает только цвет Друзья мои Он такой вот весь полосючий Такие вот переходы по цвету У него Знаете-ка, я посижу на Не так скрипит уже Возможно, правда Либо собирали Либо как-то вот Что-то не так делали Вот такие вот сучки Это норма Но имейте в виду В этих местах они могут рассыхаться И, соответственно, портиться Так, ну Мы до дорогих дошли Столбарный Бернгард 11 тысяч Кожа крупнорогатого скота Буковый шпон Все педали, да? Сейчас сядем Удобно Удобно Не скрипит вообще Комфортный Мягкий То есть не надо заморачиваться Никакими подушками Удобно, я думаю Это будет в уходе на кухню Хорошо все это будет мыться Вот здесь анатомическая форма Так, ну и давайте В внутренности посмотрим Такой вот металлический каркас К нему просто сидушка Он не штабилируется друг с друга На ножках у нас вот такие стропы Стопора, да, что ли Основание Высота 66 сантиметров 66, то есть одна высота Бежевый, бежевый, бежевый Жаль, и тут коричневый, там коричневый Есть вот такой еще бежевый Надеюсь, показала Кстати, у черного, да, вот такая вот аккуратная тканешка А у светлого такая вот какая-то тоненькая От производителя, что ли, зависит Потому что черненькие скрепчики, черненькие Все вот как вот надо Так, ингольфы Значит, табуреты у нас остались Высокие барники И еще Стойте Табурет барный С регулировкой высоты от 63 до 74 сантиметров То есть это очень удобно Вы одним табуретиком убиваете двух зайцев Независимо от того, какая у вас барная стойка Крутится он Как Камеру не выключаю Крутится он как Фортепианный, да Стульчик То есть уменьшили, увеличили Берут их деткам Часто Вообще, в принципе, везде Сейчас я дойду обратно, покажу вам крепеж А пока давайте сяду Ну вот тоже минус Во-первых, вот эта часть Валтузица То есть человек покрупнее Там За 80, да, допустим Уже будет неудобно Мелкая сидушка То есть у меня вот Я не знаю, Дим, видно? Не видно? Это платье черное, сидушка черная, да? Ну, в общем, у меня на ладонь Попа свисает То есть ноги у меня на ладонь С каждой стороны свисают над стулом Долго я на нем не просижу Не очень комфортно Поэтому, может быть, все-таки Для людей полегче Меньше 70 килограмм И для детей Так, я пошла показывать вам крепеж Как-то мы сегодня на таком мелком пятачке Крутимся, да? Так Смотрим Металлический штырь Ножки Здесь все хорошо закреплено Скрипов нет Нарекания по качеству Здесь, кстати, тоже металл Нареканий по качеству не было ни разу Заказывают их Не сказать, что прям Суперчасто Не каждую неделю Но частенько То есть такой популярный товар Так Ну, раз уж здесь, наверное, да? Заодно и ньянги покажем Честно, это мой любимый барный стул Барный табурет Иногда бывает по акциям Но в последнее время редко балуют Вариант цвета еще белый есть То есть он вот с таким лифтом То есть вы сели Он под вами Подпружиним Разворачиваюсь Видно? Ой, можно уехать То есть такое вот основание Да? Которое дает вот как бы Закрепиться Не разваливаться Съезжать, как с табурета Но крутится, конечно, он У-у-у-у-у Прямо как на карусельках Поэтому если дома есть детки То это, наверное, будет Любимое развлечение На этом стульчике крутиться Так, теперь по информации Сталь, порошковое покрытие Сталь, алюминий В общем, такой хороший стульчик Минимальная высота сидений 56 Максимальная 76 То есть, одним стул Барным стулом вы можете убить трех зайцев Это и стул для обычного стола Это и барник низкий И барник высокий То есть, две высоты Так, сейчас я попробую Наверное, это надо сесть, да? Да, это надо сесть Крепеж я покажу изнутри Сейчас, если здесь его нет Надо будет переворачивать Пробуем опуститься? Ой! Ну-ка, к обычному столу Да норма Ну, высоковато Ребенка, кстати, можно То есть, можно не покупать детский стул Который потом никому не нужен будет А можно ребенка сажать сразу Ну, не с детского, да? Который там с полугодия, когда постарше уже детки становятся Можно иньянги брать с расчетом на ребенка Так, ну что? Внутренности Вот у нас сам лифт Как он работает, я вам показала Вверх-вниз Сидушка Ну, добротный стул Вот ничего не могу сказать Нет у меня к нему претензий Нет у него никаких скрипов Он современный, он лаконичный Но опять же, да, какой у вас интерьер Если интерьер там под Прованс То вам этот стул вообще не впишется Вот так Ну, вот сама форма сидушки удобная То есть, вот эта вот часть, о чем я вам говорила Да, когда вот со стульчика за 7 тысяч спрыгивала Вот здесь вот этого нет То есть, оно закругленное И в ножки ничего не впивается Вот тяжелый особо не потаскаешь Так, у нас осталось два представителя Высота одна Стул ужасно холодный И вот так скрипит, если вы его двигаете Так, на выставке его нет Цвет теперь только черный Цена 2000 Роскук Называется наш товарищ Штабилируется, экономит место Пока никого нет Мы посетим здесь Ничего на черном не видно Крепежи Планка Она же служит стопором Так, ну и отверстие, чтобы его было удобно перемещать Потому что двигать его вообще не рекомендую Тоже периодически берут Нареканий нет Единственное, по кому вот нарекания возникают все-таки и воль Так, и последний За много-много российских рублей А нет, за 11 Хенрик Сдаль Хенрик Сдаль У него съемные чехлы Это удобно То есть вы можете подобрать под свой интерьер Сейчас я вам все-все-все покажу Расскажу Значит, смотрите Чехольчик у Хенрик Сдаль Так, это для стула такого обычного Бирюза Серый Неокрашенный И белый То есть от 800 рублей Стоп, а мне такое чувство Нет, снимается сейчас Куда мне с ним? Пойдем Мы пришли Сейчас мы будем показываться Мягко Удобно спине Хорошая поддержка Скрипа нет вообще Хоть прыгают Почему одни скрипят в стуле, да, как Не пойми что А другие прям вот Так Спускаемся Здесь тоже все мягенько За счет мягкой подушки попе не больно Наверху его нет Давайте сначала покажу, что у нас заявлено Так Прокрашенная кожа крупнорогатого скота Массив бука Морилка Слушайте, достойный очень состав За эти деньги, в принципе Ну Адекватно Есть за что заплатить Так, а теперь Идем вовнутрь Кто не знает, что такое массив бука Есть в отделе столовой Ложки Для смешивания Вилочка, лопаточка По 99 рублей Вот это массив бука Так, слушайте А я вас обманула Чехол съемный Только получается Нет, либо наверх прям его одевать То есть вот эта часть съемная Так что ли Как-то странная информация Мягкая прочная Думба Все чехлы Все чехлы Это под высокую спинку стула чехлы Где сам Хенриксдаль Да А слушай, зачем прицепили этикетку От обычных стульев Здесь не съемный чехол Картышей сейчас нет Ну, в общем Вот так Ну что, достойный стульчик Не прыгает, не бегает Кушать, не просит Еще раз покажу крепежи Значит, боковая часть Здесь Основание Здесь все на Мебельных Этих Скрепках Не снять Боковушка На Липучках Сейчас посмотрим Для чего Честно Я не понимаю Какой функционал Она несет Она не снимается Так У кого кожаные Хенриксдали Расскажите Зачем боковая спинка С липучками И что вы с ним делаете Меняете ли вы ему чехлы Потому что Те чехлы Которые сейчас есть в магазине Они подходят не для барных стульев А для обычных С высокими спинками Ну что, друзья мои Барные стулья Мы вам показали все Пишите комментарии Мы их очень любим Не забывайте подписываться Чтобы увидеть наше видео первым А так вы можете просто его пропустить В ближайшее время Да, мы возобновляем Все опять в нормальном режиме Все снимаем Каждую неделю Выходят ролики Все показываем Не забываем про наш второй канал Мы его пока чуть подзапустили Будем менять концепцию Будем менять название Но тем не менее Заходите Там тоже уже есть интересная информация Все социальные сети Мессенджеры Все будут в описании Поэтому с удовольствием Отвечаю на ваши вопросы Многие, кстати, пользуются Пишут вконтакте Пишут в инстаграме Я на все вопросы ваши отвечаю Еще не забываем, пожалуйста О такой функции Мы посредники Мы работаем в Саранске Приезжаем в Нижний Новгород За заказом И заодно снимаем обзоры Мы можем отправить в любой город В любой страну Опыт международного общения с клиентами У нас уже есть Поэтому обращайтесь Мы работаем 9 лет Такая вот маленькая самореклама Всех люблю Спасибо за просмотр И пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому